Субтитры делал DimaTorzok 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 Синаж Всего у нас предусмотрено 2600 тонн А на сегодня заготовлено 660 тонн 41% к плану Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он уже третий год работает на трамбовке Субтитры делал DimaTorzok Айдуганов Владимир, Айдуганов Владимир, Изи Киев, Эдгар, Янтемеров Делают по 10-12 рейсов за день, работают до 10 Субтитры делал DimaTorzok А как дела обстоят в других бригадах с заготовкой с ножей? Так, здесь вот, наверное, сегодня закончат и перейдем на Ирдуганскую бригаду Тоже Нынче работники комхоза Они у нас работают четвертый день Помогают, вот грузят на машину Двое из них около фирмы складывают Привезенные тюки На этом поле осталось убирать где-то 15 гектаров Наверное, завтра закончим тоже На этой неделе мы думаем завершить заготовку сена После сенокосные угодья выделим для колхозников И потом спокойной душой приступим к уборке урожая Не менее горячие денечки установились и у сотрудников милисейской службы Ровно в 6 утра 22 июня прозвучал сигнал, извещающий о начале двухдневной операции «Арсенал» и «Невод» по изъятию огнестрельного, холодного оружия и наркотиков В 8 утра дежурство по городскому отделу внутренних дел принял майор милиции Ганиев Нарис Афазирович Который также входит в состав руководства операции «Арсенал» и «Невод» «Арсенал» и «Невод» «Арсенал» и «Невод» дороги, случилось транспортное происшествие. Две машины легковые «Жигули» столкнулись лоб в лоб. И в итоге этого два человека скончались на место происшествия. Третий человек, пассажир, который сидел на машине, доставлен в Нитикамск в реанимацию, все еще не пришел в себя. И врачи говорят, что он тоже на уровне выживет. Кроме этого, случилось тоже очень неприятное сообщение для нас, сообщили нам с больницы, это с нашей Яноводской больницы. Эта женщина была пассажиром на УАЗике в 469-м и в районе элеватора нашего на перекрестке сидела, дверка была открыта, выводилась машина, упала на дорогу и упала именно, так надо было стучиться головой. Из-за этого получил очень сильный ушиб головного мозга, гематома заточной области, диагноз такой поставили врачи, чередную мозговую травму, очень острую, и перлом заточной кости. Сейчас она находится в реанимации и врачи пока еще карантина не дают, что она выживет. И третье неприятное сообщение, это у нас здесь, в Янауле, попал в больницу Сабиров Анфис, 62-го года рождения, проживающий по улице Победа. Кто его достал в больницу, мы еще не установили, потому что те люди, которые привезли его, сразу уехали из больницы, их не могли установить. Но он работает в железнодорожном депо, машинистом, он тонул, его вытащили, спасли, но он был без сознания, его привезли, оставили. И сейчас все еще в настоящий момент находится в реанимации и в сознание еще не пришел. Кроме этого, при проведении работы, которая связана с проведением операции «Арсенал», которая у нас началась в 6 утра и все еще продолжается, проведем на работу нашим сотрудникам милиции. Вот сейчас можно перечислить, что мы вот к этому моменту, к этому времени сделали. Проверили гостиницы, общежития, кафе, рестораны, видеосалоны, всего семь. Проверили объект разрешительной системы, хранение оружия, 26. Обследовали банковые учреждения, кассы, торговые точки, рынки, всего 11. Проверили оперативные гаражи, платные стоянки, платные стоянки 3 и гаража 3. Отработаны железнодорожные станции, автовавзалы, притонов, чердаков, подвалов, жилом секторе, где может произойти преступление. Всего 301. В ходе операции изъято оружие 3 единицы, которые хранились без разрешения и которые не счастливы у нас на учете. Из них нарезного оружия 2 единицы, гладкоствольного 1 единица. Также изъя сотрудникам нашей милиции, дорожно-патрульного службы, несящих службу на дороге. Газовый пистолет тоже, который гражданину, у которого взяли, не имеет права на решение этого решения. То есть у него нет разрешения. Кроме этого, разысканно и задержано преступников 3. Выявлено нарушение права пребывания иностранных граждан Республики Вашкористан. 5 случаев таких у нас произошло. Установлено порядка транспортировки грузов. Одно нарушение, которое произошло. Автотранспортер с превышением тонирования стекол. На это сейчас очень много обращает внимание сотрудника ИИ. Всего 2 штуки было. Раскрыто тяжких преступлений. В 6 часов утра нашими сотрудниками 8 штук. Из них 7 краж, которые тоже у нас считаются тяжкими преступлениями и 1 грабеж. Помещено, можно сказать, у нас, медрезвитель, 18 человек. Из этих 18 человек 2 человека, вернее даже не 2, а 3 человека, вот только 5 минут назад привезли еще 3 гражданина, который управлял автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Как вы понимаете, это первые, первые, как сказать, когда они могут совершить преступление. Они уже стояли на грани. Если бы не наши сотрудники их не задержали, неизвестно, чем бы это кончилось их управление. За наше время проверено автомобили с 8 до 12 часов. Всего 175 машин. Они проверены на состояние техническое, на нарушение правил дорожного движения. И, конечно, непосредственно проводился досмотр этих машин нашими сотрудниками на выявление оружия, боеприпасов, наркотических веществ. Составлено административные протоколы за разъяснение нарушения правил дорожного движения. К этому моменту 42. Как я уже говорил, пьяным водитель среди них оказалось 3. Составлено административные протоколы за нарушение паспортных правил. 6 человек наказано за это дело. Нарушение правил торговли наказано 2 человека. Вот вкратце пока все. Но у нас еще вся ночь впереди до 6 утра. Звонки у нас идут через каждые 15-20 минут. И на неприхорство реагируют. Брошено, конечно, на свет у меня очень большие силы. На работу составим план, график. И до моего консенсия службы, до 8 утра за этот период мы еще не знаем, сколько еще будет происшествий и сообщений о разъяснении. Вот правильно. Группа участников рейда, в составе которого заместитель начальника городского отдела внутреннего дела по оперативной работе подполковник милиции Каменев Николай Мударисович, заместитель редактора районной газеты Янаульской зори Хатмулина Альбера Анфировна и наша съемочная группа побывали на местах, где несли оперативную службу, патрульные посты. Руководители групп нас ознакомили с теми событиями, которые произошли к этому времени на их участках. Азат Насимович, сейчас уже 10 часов, конец смены, вашей смены сегодня. Какие правонарушения и сколько по видам правонарушений вам сделаны за эту смену? За 8 часов. За 8 часов нами составлено 8 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Из них все 8 грубые, то есть это неисправная тормозная система, несоответствие номеров двигателей, машин с документацией и другие грубые нарушения. Один мотоцикл доставлен в отдел наш, не на узкие головы, да? А всего, считали нет, сколько автомашин всего проверили? Проверили где-то 50 машин, наверное. Машин сегодня очень много, все сенокосы едут, все с ягод едут, но пьяных не было пока. Оружий? Оружий. Ножей. Оружий, холодных. Наркотиков. Ничего пока не выявлено. У всех капитально проверили? Да, у всех хорошо проверили, багажники, машины с подсидениями. Осмотр полный делали на машине. Таких постоянных постов в тот день было установлено всего 4. Это контрольный пункт милиции, руководитель старшей группы, лейтенант милиции, участковый инспектор Мухаммедшин, стационарный пост милиции, перекресток в районе совхоззавода, старшей группы, лейтенант милиции, участковый инспектор Асатов, автомагистраль в направлении Наул-Нефтекамск в районе села Конигово, старшей группы, капитан, приполномоченный Валяхметов. Кроме них, дежурство несли еще 5 передвижных постовых групп. Как было уже сказано оперативным дежурным Ганиевым Нарисом Фазировичем, происшествий в этот день было много. К той информации, которую он нам сообщил за 16 часов, мы добавляем еще следующее. В ходе операции изъято 4 гладкоствольного оружия, 2 газового пистолета, 5 боеприпасов. К сожалению, умерла в больнице гражданка Хайдаршина, которая на повороте улицы Белинского выпала свержущейся автомашины УАЗ-469, о которой говорил дежурный. Хотя и был спасен, утопающий в пруду возле автозаправочной станции на Уфимской дороге гражданин С, 62-го года рождения, имеющийся предположение, что утонул пруду его младший брат, 64-го года рождения, одежда которого была найдена на берегу, подтвердилась. Кстати, участились случаи утопления в водоемах. За неделю таких случаев зарегистрировано всего 4. Лишь один человек спасен. Уважаемые телезрители, еще раз напоминаем, будьте предельно внимательны и осторожны, купаясь в водоемах и в реке Льбой. Конечно же, ни одно дежурство не обходится без краж, телесных повреждений и других дорожных транспортных происшествий. Хорошо. 4 метроизвителя отправлены. С 8 часов, так ли? Так, конечно. Работаете 4 человека в метроизвителя. С 22 по 23 июня за сутки в метроизвители поступили 21 человек с различной степенью опьянения. За два дня сотрудникам госавтоинспекции за управление автоматотранспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 8 человек. Двое из них, Фазылов из колхоза «Коммунар», Тимирбаев из локомотивного дюпо станции «Янаул» лишены прав. Есть также нарушение паспортного режима. А дежурство, между тем, подходит к концу. Подводятся итоги. Каждому подчиненному дается заслуженная оценка. Позади сложный, тяжелый день, нелегкая милицейская служба. Что же преподнесет нам день грядущий? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Байга Ужалуны 362 киши соуышка киткен, 993 киши халак болган, 69-69 из-сам койткен. Шулар арасында Советлар Союзу герою Хайдаршин Айнанша Абуйдабар. Бүгінгі күнгі алар санаулы 12 генекші. Сөз Байга Ужалуында туу бүскен, шыңнан соғышға кетіп, Исян Емин әйлініп қатқан соғышған қызмет ветераны Қайданов Қасым Абайға берілді. Сөз Байга Көзі, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ветеран труда нефтегазодобывающего управления Краснохолмскнефть, акционерной нефтяной компании «Вашнефть» Бахтияров Анвар Сахибгоревич. Анвар Сахибгоревич родился 10 декабря 1928 года в деревне Кузянова Ишимбайского района Башкирская АССР. Трудовую деятельность начал в 1952 году после окончания Московского института имени Губкина инженером Серафимовского укропненного нефтепромысла. С октября 1966 года по сентябрь 1989 года он работал начальником нефтегазодобывающего управления Краснохолмскнефть. Ушел из жизни человек, который очень много сделал не только для нашего города, но и для всего Янаульского района. Анвар Сахибгоревич вел большую общественную работу. Избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР, депутатом Янаульского районного совета народных депутатов. За заслуги перед Родиной Анвар Сахибгоревич Бахтияров награжден орденом Октябрьской революции, трудового красного знамени, знак почета. Ему присуждено звание заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, заслуженный нефтяник Вашкирской АССР, почетный нефтяник отрасли. Грустно сознавать, что мы потеряли доброго, чуткого человека. Светлая память об Анвар Сахибгоревиче Бахтиярове надолго сохранится в наших сердцах. Зрители, на этом наша передача окончена. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok